Здравствуйте уважаемые друзья, я Владимир Канюка и канал Супер Мангал. Поздравляем вас с тем, что вы попали именно к нам на канал, потому что у вас, наверное, возникла необходимость узнать рецепт очень вкусного, очень питательного, очень доступного и приемлемого блюда для вылазок на природу, для отдыха на природе, где-то возле речки, где требуется вкусная и питательная пища. Из чего надо начать приготовление? Так это из понимания того, что собой представляет это блюдо. Это блюдо воинов, путешественников, тружеников на природе, вдали от быта, от цивилизации. То есть там, где нужно после напряженного боевого дня или после напряженного перехода нужно было покушать, возможно, один раз в день, единственный, получить все эти питательные калории, чтобы это все было вкусно, чтобы это было незатейливо в приготовлении, чтобы требовалось минимум инвентаря и приспособлений кухонных. Сейчас я вам это изложу в виде мелких секретов, из которых складывается вот именно это, это понимание этого блюда, потому как я перерыл весь интернет и то, что там предлагается, не выдерживает никакой критики. Секрет приготовления вкусного кулеша состоит как бы из применения нескольких фишек. Фишка первая, делается из куска вербовой ветки, делается вот такое вот весло или ложка, так сказать, и называется она копыстка. Без нее никак не приготовить вкусного кулеша. Даже если у меня есть вот такая вот специальная ложка, она ни в коем случае не заменяет вот эту. Фишка вторая, костер. Я встречал в интернете, где кулеш готовят на газовой печке, на электрической печке, не знаю, где-то в домашних условиях. Так вот, если кулеш готовится на кухне, это уже не кулеш. Это, ну так, жалкое подобие. Дальше. Кулеш требует много сала. Вот я заранее нарезал сальца. Высыпаем прямо в казан, потому как мы на природе, мы вдали от цивилизации. И у нас нет сковородок. Давние воины, путешественники с собой возили только казан. Сковородок и прочих. У них не было удобства. Поджариваем. И покуда я буду режать лук, я расскажу, почему... Лука тоже можно брать много. Я расскажу, почему купыстка делается из вербы. Ну, во-первых, в современное язычество верба это сакральное дерево для Украины. По тому, как деревянные ложки из вербы, посуда домашняя, утварь из вербы. Вот то, что соприкасается с пищей, она имеет целебные свойства. И придает блюдам особый вкус. Мы же вроде бы как после битвы. И поэтому нам некогда придерживаться вот этих премудростей. Мелко нарезать, чтобы это все было красиво. Нет просто такой надобности. Нарезаем лук. Кулеш это не рецепт, это способ приготовления. Но между тем надо придерживаться некоторых фишек, которые я расскажу. И тогда, даже если у вас будет не пшено, а гречка, разлазится все это у меня почему-то, или какая-то другая крупа, будет у вас другое мясо, будет солонина или свежее мясо, любое, или будет курятина, или говядина, у вас все равно получится кулеш. Потому что соблюдаются основные принципы. Сразу жарим зажарку. Ну, покуда у нас поджаривается сало, я тем временем режу картофель. В принципе, размер кусочков не имеет значения, потому как все это будет раскипать. Очень важно сало не пережарить, чтобы оно не выжарилось полностью. Где-то поймать ту золотую серединку, чтобы высыпать лук. Теперь будет пережариваться сало с луком. Лук жарится до такой степени, чтобы каждый кусочек лука начал как бы подрумяниваться по краям. Только таким, за такой кондицией поджаренный лук дать нужный аромат. Обратите внимание, сало у нас уже изжарилось, и у нас начинает подрумяниваться лук по краям. Вот, по краям. Вот считается, что вот это уже близится к кондиции. Сейчас будем заливать воду. Зажарка у нас вот плывая, можем вложить мясо. У меня здесь грудинка и ребрышки. И заливаем водой. Что такое кулеш по консистенции? Это жидкая каша или очень густой суп? Вот представили себе, что такое. Так как это блюдо заменяет и первое блюдо, и второе блюдо. В условиях вылазки это тоже очень удобно. Следует помнить, что кулеш готовился в полевых условиях, когда людям не было времени стоять над котлом и заниматься кулинарными изысками. Поэтому мясо, картошка и крупа бросаются практически единовременно. Ну, я сейчас подожду, пускай вода немножко закипит, и брошу картошку и крупу. Водичка у нас прогрелась. Я думаю, что уместно будет засыпать картофель. И пшено, пшено, предварительно промытое, заблаговременно. Все компоненты, каждый рассчитывает сам. Повторюсь, чтобы консистенция была как жидкая-жидкая каша или густой суп. И теперь посмотрим, какая здесь у нас красота. Не всегда у людей есть возможность выехать на природу и, допустим, приготовить вот это блюдо. А, как я уже говорил, приготовленное вне костра, вне вот этого дымка, запаха, вот этих частиц пепла, которые попадают в пищу, это совсем не тот вкус. Чтобы добиться вот этого эффекта костра, я рекомендую взять одну или две палочек вербы, обуглить, ну, до какой-то степени. И, допустим, если в домашних условиях, вот так вот. И пускай готовятся вот эти палочки, веточки, никому не мешают. Но в процессе варки блюдо потянет в себя вот этот микроэлемент вербы и вот этот запах копчености. То есть, вкус будет, ну, как бы напоминать приготовленное на костре. Практически полная закладка продуктов сделана. Вы можете ставить это дело на медленный огонь, закрывать крышкой и идти играть в волейбол минут на полчаса, на сорок. Ну, покуда у нас кулеш кипит, мы занимаемся тем, что готовим последнюю закладку. Зелень, петрушка, да, много можно, лук, да, чеснок, по желанию, и покуда у нас. И еще я немножко позже расскажу о секретном ингредиенте, который отличает любую кашу, любой суп, любое блюдо именно от украинского кулеша. Это секретный ингредиент, его нет нигде в интернете. Но между тем, я так подозреваю, что он нашему народу известен, наверное, еще со скифских времен. Глютамат натрия, как усилитель вкуса, скромно стоит в сторонке, отдыхает. Вот, а мы будем заправлять, но об этом немножко позже. Готовим зелень. Зелени хватит. Теперь яйца. Можно меньше. Я люблю, чтобы все было питательно, много и хорошо. Чтобы залитые яйца не слиплись вот такой единый кумок яичный, мы сделаем вот так вот. Размешаем заблаговременно, размешаем с зеленью. Потом, перед тем, как заливать в кулеш, мы сюда добавим немного кулеша, еще вот так все вместе размешаем и тогда зальем уже готовым. А теперь я расскажу вам о том секретном ингредиенте. Этот секретный ингредиент называется старое сало. Это сало, это соленое сало, которое какое-то время находилось на кухне, ну вот в таких бытовых условиях. Оно не пропадает, с ним ничего не случается. Оно просто как бы пересыхает и приобретает желтоватый такой вот цвет. Но, если его в малых количествах добавлять в пищу, это вызывает взрыв вкуса. Для этого мы берем кусочек старого сала, его надо совсем немного. Каждый, если вы попробуете, вам эта приправа, как бы древняя, тысячелетняя приправа, она вам придется по вкусу. Но к ней надо, ну как бы привыкнуть именно по вашему вкусу. Чтобы не бросить мало и не бросить слишком много, потому что она может вызвать, ну как бы, горечь. Вот. Старое сало применяется обычно с чесноком. То есть нарезается чесночок, ну у меня уже молодой, мелко нарезается чесночок, мелко-мелко, мелко нарезается сало. Потом вот так вот в мисочке, в полевых условиях, вместе добавляется соль. И вместе с солью, оно вот так вот перетирается в однородную массу. Ну, я вот тут уже приготовил, получается вот такая вот заправочка. Вот это старое сало. Хотелось бы оставить копытку, чтобы она, ну как бы, отдала свои вещества. Но у меня получилась она слишком массивная, я боюсь, она просто вывалится из казана. Ну и последний аккорд. У нас здесь яичница с зеленью. Мы вот какое-то количество кулеша, вот так, чтобы разжижить. Вот так вот сделаем. Вот. И начинаем высыпать, размешивая. Наша копытка. Вот так вот делаем. Вот такая вот красота. И, как я говорил, секретный ингредиент. То есть зелень и заправка из старого сала бросается в самый последний уже момент. Потому что ни одно, ни другое не любит, чтобы оно было перекипевшим. Чтобы не терялись витамины и не терялся вкус. Не вываривался. Буквально минутка кипения. Покуда мы посолим. И сразу снимаем. Ну и на правах хозяина повар дегусирует первым. Ребята, это сказка. Заходите в гости. Добро пожаловать. Спасибо.